Ума-палата. Не зарплата, но дивиденды принесет. Добрый день, уважаемые слушатели. В эфире дискуссионная передача «Ума-палата» и я, ее ведущий, Владимир Сизов. Это передача для тех, кто задает вопросы и ищет ответы. Программа создана при участии Вятского интеллектуального клуба, неформального сообщества думающей интеллигенции нашего города. Судя по официальной статистике, в России страдает от ожирения 25% населения. Людей же, просто имеющих незначительный избыточный вес, еще больше. Мировые тенденции говорят о том, что их количество будет только расти. Так, в США людей с ожирением 31,8%, а лидером является Мексика, где людей с ожирением 32,8%. Россия пока находится на 19-м месте в этом списке. Статистика статистикой, а для многих людей, в том числе и для меня, лишний вес является реальной проблемой. Поэтому тема нашей сегодняшней передачи – «Как избавиться от лишнего веса». И моим собеседником является врач-эндокринолог, кандидат медицинских наук, заведующий отделением эндокринологии больницы номер 7, Ольга Сергеевна Илсукова. Здравствуйте. Ольга Сергеевна, скажите, почему одни люди худые, сколько бы не ели, а другие полные, даже если едят немного? В чем причина? И что считается излишней массой тела? Как понять, уже надо худеть или еще, ну, ничего, терпимо? Добрый день, очень интересный вопрос. Ну, давайте, наверное, начнем с корня проблемы. Это с того вообще, что такое избыточный вес. На самом деле, вот, тема очень интересная, потому что до сих пор многие доктора, причем и эндокринологи, и терапевты, не могут сойтись в едином мнении, что считать нормой, что считать патологией. Очень много классификаций избыточного веса и ожирения, но мы должны запомнить несколько цифр. Первое. Взять в руки сантиметровую ленту и измеряем у себя окружность талии. Талия находится горизонтально на уровне нашего пупа, то есть ни выше, ни ниже. Измеряем параллельно земле и совершенно точно можно уже определить, есть у вас избыточный вес или нет. Если вы женщина, то талия должна быть меньше 80 сантиметров. Если мужчина, то меньше 92. Подождите, а рост играет какой-то? Рост, конечно, играет роль, но это более, это такие ориентировочные цифры, скажем так. Далее мы должны у себя определить индекс массы тела. Какого-то женщины 80. Я вот знаю там классическая идеальная фигура 90, 60, 90. 60, 90. А если больше 80 окружность талии, то это уже избыточный вес по некоторым критериям. Ну, второй критерий – это соотношение роста и веса пациента. То есть так называемый масса-ростовой показатель. Мы берём свою массу тела, которая у вас на весах, которые мы циферки видим, двухзначные или трёхзначные, и делим на свой рост, выраженный в метрах в квадратах. И нормой идеально абсолютно считается индекс массы тела до 24 у женщин и до 25 у мужчин. Всё, что выше, это считается избыточным весом. Всё, что выше 30, уже считается ожирением. Понятно. Понятно. Спасибо за прекрасное, так сказать, точное… То есть берём весы и сантиметровую ленту, но здесь ещё вот смотрите, какая особенность. Сейчас очень часто используют в научных целях биоимпеданс. Это специальный такой метод исследования, который определяет процент жира, костей, мышечной ткани и воды в вашем организме. И в связи с активным проведением биоимпеданса были выявлены очень интересные факты. Существование так называемого здорового ожирения. Но не сильно радуетесь те люди, у кого есть избыточный вес. Это касается в основном спортсменов. То есть, например, мы берём спортсмена, какого-то тяжелого атлета, который весит больше 100 кг. У него действительно индекс массы тела будет больше 30, и окружность талии будет больше 94. Но это всё за счёт мышечной массы. Поэтому здесь не всегда вот эти индексы, они нам скажут правду. Поэтому третий дополнительный метод исследования, если мы уже хотим досконально изучить свой организм, это исследование биоимпеданса. То есть определить процент жирового объёма вот этого массы жира. И другая сторона проблемы – это худенькие девушки, у которых вроде бы индекс массы тела в норме, но когда у них смотрим количество мышечной массы и жира, то это соотношение тоже ненормальное. И сейчас даже есть в науке такое понятие skinny fat, то есть тощая толстуха, то есть когда она внешне вроде бы нормальная, а количество жира у неё в организме такое же, как у человека с весом 100 кг. То есть именно вот определение биоимпеданса тоже бывает довольно-таки полезно. Ну, вы открыли глаза, особенно на девушек, будем иметь в виду. Вот перефразируя шутку Марка Твена о том, как просто бросить курить, как-то он говорил, что нет ничего проще, чем бросить курить, скажу. Нет ничего проще, чем похудеть. Я сам делал это раз 100. Я действительно худел более чем на 20 кг 5 раз. Однако через какое-то время вес, ну вот, к сожалению, возвращался, даже становился больше. Максимальный срок, в течение которого мне удавалось удержать вес, ну, что-то примерно около 5 лет, ну, может быть, чуть больше. В остальных случаях гораздо меньше. А потом он возвращался, и я даже больше ещё вес набирал, чем до похудения. Отсюда вопрос. Если человек страдает от избыточной массы тела, означает ли это приговор, что с этим ничего нельзя поделать? И вообще, есть ли смысл худеть, если потом набираешь больше, чем было? Очень интересный вопрос. Но действительно, худеть надо. И если бы всё было так просто, что вот я захотел, например, снизить вес, перестал кушать, снизил вес, и он удержался на тех цифрах, которые бы нам хотелось, ну, наверное, не было бы у нас такого количества пациентов с ожирением, и не занималась бы этим медицина. Хочу сказать, что ожирение является диагнозом, который входит в международную классификацию болезней, и многие доктора уже понимают, что ожирение – это хроническое рецидивирующее заболевание, к сожалению. Жировая клетка, она не просто вакуоль с жиром, это мощнейшая эндокринная железа. И когда у пациента появляется больше жира, чем нужно, то, ну, можно сказать так, что жир оккупирует организм. То есть он начинает делать всё, чтобы максимально укрепиться в организме в таком объёме, в котором он есть, и он это делает через определённые гормоны и нейротрансмиттеры, которые полностью переключают и перестраивают работу нашего организма. Поэтому действительно, если у вас был когда-то избыточный вес или было ожирение до определённого уровня, то есть там 120 кг вы весили, в последующем всю жизнь ваша жировая ткань будет стремиться отвоевать этот объём и вернуться всегда к этому объёму. И как только пациент начинает снижать вес, как только он начинает ущемлять жировую ткань, она начинает всячески противиться. И поэтому снижение веса и удержание веса – это очень сложная задача. В идеале было бы сказать, никогда не набирать вот этот избыточный вес. Но снижать вес действительно нужно всегда под контролем врача. И правда, это иногда очень сложная, иногда даже неосуществимая задача для пациентов, которые худеют в одиночестве, скажем так. И ещё момент скажу про ожирение. Вот здесь именно родителям надо обратить внимание количество жировых клеток, которые у человека в последующем могут быть, и их агрессивность, активность закладывается с детства. Вот бывает такое, что ребёнка бабушки раскармливают, и вот этот вот критический период до пяти лет. То есть если ребёнок до пяти лет был худенький, то есть вероятность, что он потом будет полным. Потому что тех людей, которые много едят и не толстеют, их практически нет, вот к первому вопросу возвращаясь. А если, например, рядом была добрая бабушка, которая постоянно перекармливала ребёнка особенно сладким, и уже с детства происходило раздражение жировой ткани, то потом в будущем у человека вот этот вот, как говорится, механизм, он будет только реализовываться. Вот про жировую ткань, правильно ли я понял, что количество жировых, вот именно жир накапливается не обо в какой ткани, а именно в специальных жировых клетках. И их количество имеет определённое... Ну, имеется определённое количество этих жировых клеток. И имеется определённое количество. Да, то есть они активно делятся до 3,5 лет, эти жировые клетки. И в дальнейшем, когда человек уже начинает взрослеть, они начинают надуваться, накачиваться жиром. Но существует ещё определённый критерий, то есть когда человек достигает определённого индекса массы тела, это вот, например, вес больше 115 килограмм, снова идёт посыл, и клетки опять начинают активно делиться. То есть опять не только гипертрофия, но и, как мы говорим, размножение жировых клеток снова может происходить. Поэтому даже если этот жир некоторые пациенты у себя убирают, то он снова из стволовых, вот из этих зародышевых клеток тоже начинает нарастать. Да, сложная штука. Но, тем не менее, вы даёте надежду на то, что похудеть-то можно. Кстати, любимая присказка людей с избыточным весом – это «что бы такое съесть, чтобы похудеть?» А правда, что существуют продукты питания, употребляя которые в пищу, мы можем похудеть. Но, во всяком случае, я вот слышал, что такими свойствами, например, обладает ананас. Правда, не правда? Ну, про ананас – это миф. Это, наверное, придумали продавцы ананасов. И на самом деле эти продукты есть. Но ананасы относятся к фруктам. То есть продукты, которые содержат быстрые углеводы, они приводят всё-таки к повышению веса, если мы их избыточное количество употребляем. И не надо надеяться, что я сейчас съем какой-то продукт, и я именно от него похудею. Но такая категория продуктов есть. Это те продукты, которые мы чаще всего употребляем мало в пищу. Это сырые овощи. Это грубая клетчатка. Это, соответственно, капуста, нами давно уже практически забытая. Это морковка, это неварёная свекла, это вся зелень, вся листва. Почему так происходит? Потому что эти продукты требуют варенья, пищеваренья в нашем кишечнике. И когда эту же капусту кишечник варит, он на неё тратит определённое количество калорий. Ну, предположим, 100 ккал он потратил на пищеварение вот этого объёма капусты. А когда она переварилась, началось всасывание, то получилось колоража-то очень мало, всего 20-30 ккал. И, скушав вот такой продукт, мы с вами потратили калории на пищеварение и, соответственно, похудели. Но всегда вопрос задаётся, а много ли современный человек кушает сырых овощей? Вот так, чтобы сырые овощи. Но, наверное, мало. И вот международные рекомендации, в том числе российские, по диетическому питанию рекомендуют не менее 300 грамм сырых овощей. А мы же как с вами интерпретируем? Ну, овощи. Ну, картошка в супе же есть, да? Вроде бы как всё овощи мы получили. Ну, а вот такой вопрос. Слышал ещё, что мои друзья, кто бросал курить, говорили, что потом набирают вес. Правда, что курение помогает как-то похудеть, и что бросив курить, люди набирают вес? Что с этим делать? Действительно, такая статистика есть. И у меня пациенты такие есть, которые бросили курить, и они начинают набирать вес. Но я хочу открыть вам ещё одну тайну про ожирение, что действительно у пациентов еда, пища вызывает возбуждение таких же эндорфиновых рецепторов, как и курение. И, соответственно, когда у нас одних позитивных стимулов не хватает головному мозгу, а головной мозг у нас очень хитрая структура нашего тела, она всегда пытается удовольствие из всего извлечь, он начинает искать альтернативный способ получения удовольствия. И вот здесь действительно людям, которые бросают курить, надо получать эндорфины где? В спорте. То есть надо стараться идти в спортзал, положительные эмоции, адреналин, эндорфины, именно из мышечной активности пытаться извлечь. А здесь получается, что очень быстро идёт переключение, и хочется чего-то вкусненького. Понятно, да. А какие продукты активно увеличивают вес, если говорите, что овощи помогают снижать свежее, а чего у вас сдерживаться? Ну, я имею в виду, конечно, кроме тортиков, может быть, что-то такое нетрадиционное, на что надо внимание обратить, о чём обычно забывают. А на самом деле может способствовать увеличению веса. Есть ряд продуктов, которые действительно способствуют увеличению веса. Это рафинированные углеводы. То есть на самом деле раньше думали, что мы толстеем от жиров, да, исключайте жиры и так далее. Вы в магазин придёте, там не написано рафинированные углеводы. Ну, что такое, да, вот сказала, это все сладости. Это все сладости, все кондитерские изделия, раз. Ну, тортики, понятно, это как бы все знают. Ну, кроме тортиков, понимаете, есть такие сейчас продукты, которые вроде бы позиционируются как полезные. Это различные мюсли, это различные батончики, фитнес-батончики и так далее. Фитнес-батончики не полезны? Не полезны. Ух ты. Вместо них сельдерея надо корешок взять и погрызть, можно сказать. Он невкусный, я пробовал. Это большое количество макаронных изделий, каш, которые мы употребляем. А вот позиционируют итальянцы, типа, твёрдые сорта шиницы, что это, наоборот, такая паста на похудение. Мы понимаем, что это твёрдая сорта, но все ли у нас макароны сделаны из твёрдых сортов? А если написано, то не верите? Ну, не всегда мы этому верим. Второй вопрос всегда стоит в объёме. То есть сколько мы съели этих спагетти. То есть если это действительно одно гнёздышко и эти спагетти сделаны аль денте и хорошая твёрдая сорта, то понятно, что ничего не будет. Но если это у нас тарелка этих макаронных изделий, соответственно, из мягких сортов, они все разварены, это ещё и на ночь, то действительно вот от этих вот продуктов дополнительно к тортикам, к пирожным мы можем поправиться. Очень часто ещё, кстати, вот к этим продуктам, скажу, относятся и жидкие молочные продукты, это те йогурты, те творожные десерты, которые позиционируются как полезные, на самом деле там очень много сахара и там довольно-таки много калорий. И большое количество фруктов, то есть рекомендуют, надо же витамины, да, надо кушать фрукты, но это должно быть тоже всегда умеренно. То есть не больше 100 граммов фруктов, перекус 3 раза в день. Ну, это ни о чём. Это ни о чём, да. Но ни в коем случае там не поларбуза, вечером, между делом, особенно в сезон арбузов, потому что там порядка одного килограмма сахарного песка содержится в этом арбузе, если мы так вот пересчитаем. И вот эти вот скрытые калории, как мы говорим, скрытые углеводы, они действительно постепенно-постепенно повышают массу тела пациента. Ну, например, вот мы выпили лишний стакан кефира или йогурта в день, и это плюс, соответственно, у нас сколько? Всего лишь там 150 килокалорий. А что такое 150 килокалорий? Это 10-15 грамм жира на боку. А в один день, второй день, третий день, четвёртый день, это плюс 300 грамм за месяц. Ну, вроде бы ерунда. Это плюс килограмм за три месяца. Всегда говорят, что кефир полезен, что надо употреблять. Он полезен, но если это лишнее по колоражу уже продукт на сегодняшний день, то это будет... А что считать, вот прямо сидеть и считать все калории? Ну, если мы хотим удержать вес, если мы видим, что есть проблемы с весом, то в идеале, конечно, подсчитать бы калории. Ох, да. Ну, очень трудно, судя по всему, похудеть. А может быть, и не надо худеть? Вот если самого человека, его избыточная масса тела, ну, особо, скажем так, не напрягает, чем это грозит? Ну, вот ему нравится, или всё-таки надо худеть, что-то связано с заболеваниями какими-то особыми? Ну, конечно, избыточный вес и ожирение особенно связаны с заболеваниями. Мы прекрасно знаем, что это огромный риск развития сахарного диабета, гипертонической болезни, инфарктов, инсультов. Ну, и то, о чём многие пациенты даже не знают, это и поражение печени, и поражение желудочно-кишечного тракта, так называемое нарушение микробиоты кишечника, которое потом может вести ещё и к аллергическим заболеваниям. Поэтому снижать вес надо. Другой вопрос в том, что ещё и, общаясь с гинекологами, например, выясняется, что у нас много проблем ещё и с репродукцией среди пациентов. И мы не забываем, что избыточный вес и ожирение – это очень мощный фактор, который мешает всё-таки нормальному развитию, наступлению беременности и со стороны женщины, и со стороны мужчины. Поэтому здесь всё-таки мы должны понимать, что вес мы должны держать хороший, правильный. Понятно. А вот сегодня в аптеках, наверное, вы знаете, это свободно продаются не только различные лекарственные препараты для снижения веса, но и так называемые БАДы, да? Многие люди покупают их без консультации. Чего грешить? А я сам покупал, в общем-то, такие препараты без консультации с врачом, имею в виду. Вот насколько безопасно бесконтрольное применение таких препаратов? И существуют ли вообще безопасные препараты для реального снижения веса? Ну вот, Владимир Сергеевич, вы сами, наверное, частично ответили на свой вопрос по поводу безопасности. Но хочу сказать первое. Что такое БАДы? Это не лекарственные препараты. Это, по сути дела, вещества или какие-то таблетки, которые не прошли клинических испытаний. То есть их создала какая-то группа учёных, а может быть и не учёных, мы даже с вами не знаем. По составу они должны были предполагать какое-то действие, но ни на одном человеке не было доказано, первое, эффективность этого вещества, а второе, безопасность. Поэтому, когда вы покупаете БАДы, вы всегда ставите эксперимент на себе. Ну вот не могу согласиться, потому что вот БАДы – это большая группа-то веществ, кроме витаминов, кроме микроэлементов. Я говорю конкретно про БАДы по снижению веса. То есть ни на одном БАДе клинических испытаний проведено не было. Поэтому что-то покупать в аптеке по какому-то, соответственно, совету я не рекомендую. Ну а там вот микрокристаллическая целлюлоза, вот объём для того, чтобы, так сказать, лишнее всё заполнять, объём желудка, объём кишечника. Мы с вами прекрасно понимаем, что эта микрокристаллическая целлюлоза – это микрограммы, и она не разбухает, и больше, наверное, всё-таки денег выбрасывается на ветер, чем эффект от этой МКЦ. То есть если, например, рекомендуют её запивать как минимум стаканом воды или двумя стаканами воды, ну, наверное, проще просто два стакана воды выпить, и у вас такой же объём желудка будет, чем два микрограмма этой кристаллической целлюлозы. Ну мы же не надеемся, что она до двух килограмм у нас увеличится. Другой вопрос по безопасности. Вы знаете, были ситуации, когда привозили, особенно откуда-то из Китая, БАДы, и они действительно работали, пациенты худели, но потом у этих пациентов начинались психозы. И оказалось, что в этих БАДах для снижения содержится очень мощное психотропное вещество, которое действительно пациент перестаёт есть, он начинает худеть, у него неплохое самочувствие, но, по сути дела, он находится под наркотическим опьянением. Поэтому вот здесь тоже надо очень аккуратно относиться к этим БАДам, которые вы покупаете. Не знаю, как сейчас, а в 90-х годах было такое тоже из Юго-Восточной Азии, может быть, Китая, может быть, нет, не помню, но были такие чудодейственные таблетки, потом выяснилось, что в состав входят яйца-глистов. Ну, в том числе, да. Человек худел активно, но... Но он был нездоров уже. Он же был нездоровым, действительно. Ну, и, например, там содержался сибутрамин в огромном количестве. Это тоже вещество, которое мы используем в медицинских целях в маленьких дозах, но там, например, в огромных. То, что касается препаратов, которые одобрены. На данный момент у нас всего три группы препаратов для лечения ожирения существуют, одобренные. Их знают все доктора, практически эндокринологи и доктора, работающие с избыточным весом. В зависимости от сопутствующей патологии пациента данные препараты подбираются конкретному пациенту. То есть нельзя так, что моей подруге назначили препарат, он помог, дай-ка я такой же куплю-попью. Ни в коем случае это делать нельзя, только после консультации врача. То есть препараты, реально помогающие снизить вес, они существуют. То есть это обращаться надо к эндокринологам. Да, эндокринологи этой проблемой занимаются. Причём механизм действия этих препаратов действительно через различные рецепторы, через центральную нервную систему, через влияние на эти же центры, скажем так, эндорфиновые, которые помогают пациенту приглушить вот этот крик жировой ткани, приглушить вот эту гиперфагию, чтобы он много не кушал. И тогда пациенты приходят и говорят, слушайте, ну правда, я ведь раньше думал, что я ничего не ем. А когда я начал принимать препарат, я кушаю, правда ведь меньше. То есть тогда-то я действительно употреблял еду в большом объёме. И вот как раз, когда выходит на плату вот этот аппетит, мы начинаем с пациентом ещё добавлять другие препараты и физическую активность. Но если препараты не помогают, я хочу сказать, что мне вот не помогли последние, мою последнюю попытку похудеть, препараты не помогли. Вот что вы можете сказать по поводу таких радикальных методов похудения, как глотание внутрижелудочных баллонов, липосакция, резекция желудка или ещё какие-то методы такие. Ну, мне кажется, что все они в той или иной степени, во-первых, болезненные и вообще небезопасные. Не знаю, как вы думаете, как специалист. Как специалист, я думаю, и в принципе мы это обсуждаем с пациентами, что это мера отчаяния. То есть когда уже пациент не может снизить массу тела за счёт диеты, за счёт препаратов, но мы видим, что по состоянию здоровья вот эта масса тела, она уже просто нарушает работу сердца, нарушает работу внутренних органов, то тогда мы с пациентами идём вот на такие радикальные меры, как операции на желудке. Причём ведь, вы знаете, баллон, конечно, сейчас же в последнее время баллоны эти практически никто не ставит. Всё-таки мы идём по пути либо шунтирований, то есть это уже такая колечащая для пациента операция, когда весь желудочно-кишечный тракт перекраивается, но там ведь последствия-то очень серьёзные. Там возникает дефицит многих жирорастворимых витаминов, микроэлементов. Там возникают другие сопутствующие заболевания, типа остеопороза. Поэтому сейчас есть более щадящий вид операции. Но ещё раз повторяю, когда приходит молодая девочка 20+, и говорит, я не хочу соблюдать диету, давайте мне отрежем желудок, ну, конечно, это всё-таки, я считаю, что на уровне уже лени такой, лени по отношению к себе. А вот про шунтирование расскажите, я не слышал такой метод. Это что? Ну, это когда берут и, по сути дела, соединяют желудок с толстым кишечником. То есть у нас выключают полностью из работы тот тонкий кишечник. Укорачивают кишечник. То есть делают, по сути дела, от желудка сразу в прямую кишку. И у человека практически никакие питательные... Навсегда? Навсегда. Ну, ничего себе. Вот. То есть такие операции есть. Ещё раз повторяю, они мирочане. И есть операции, которые просто уменьшают объём желудка. Вот они более, скажем так, бережные. Про липосакцию вы не сказали, как... Липосакция. Сама по себе липосакция. Она просто убирает вот те раздувшиеся жировые клетки. Но их же становится меньше. Их становится меньше. Но оставшиеся жировые клетки такой мощный гормональный ответ дают, что у многих пациентов после липосакции возникают и проблемы с сердцем, сердечной недостаточности, инфаркты и так далее. И у них ещё более иногда бывает жёсткий рецидив. Поэтому, в принципе, лечение ожирения – это должна быть комплексная ситуация. И медикаментозная терапия, и очень мощная работа самого пациента. Если нет эффекта, то тогда можно небольшую частичную липосакцию делать, то есть убирать какие-то объёмы жировой ткани. И если уже совсем крайняя мера, то это операция на желудке, но с целью взвесить все «за» и «против». Сейчас мы уйдём на короткую рекламу, после чего продолжим нашу передачу. Добрый день, уважаемые слушатели. В эфире дискуссионная передача «Ума. Палата» и я, её ведущий, Владимир Сизов. Тема сегодняшней передачи – «Как избавиться от лишнего веса». Гость сегодняшней программы – врач-эндокринолог, кандидат медицинских наук, заведующая отделением эндокринологии больницы номер 7 Ольга Сергеевна Юлсукова. Во второй части программы мы… Давайте поговорим о питании и о диетах. Вот существует мнение, что чем меньше человек ест, тем дольше он живёт. Как вы относитесь к этой идее? Имеет ли вот эта идея под собой какую-то научную почву? Я бы, наверное, сказала, не чем меньше он кушает, а чем рациональнее пациент питается, человек питается, тем лучше всё-таки прогноз на его жизнь. А объёмы не имеют значения? Ну, если мы будем говорить про овощи, которые мы говорили предыдущие, если мы съедим, например, 300 грамм овощей, это будет один колораж и одна польза для нашего кишечника. А если это будет 300 граммов, например, тортика, то тут всё-таки абсолютно другое. То есть именно объёмы каких продуктов мы кушаем, вот здесь тоже очень важно. Ну, хорошо. Я послушал, вы с этой точки зрения не очень, так сказать, её поддерживаете. Я с точки зрения, что совсем голодание, ну, конечно, это нет. Мы зачем едим с вами, да? Мы едим для того, чтобы восполнять энергию в организме, чтобы сердце наше могло функционировать, лёгкие мышцы и так далее. Если человек не кушает ничего, ну, наверное, здесь остаётся только сесть в позе лотоса и сидеть целый день, ловить энергию с небес, так ведь? Ну, есть и такой метод, слышу о нём. Вот, соответственно, мы с вами возмещаем едой ту энергию, которую мы тратим на жизнедеятельность. Если человек не будет ничего кушать совсем, то это приведёт к истощению. А давайте вот прежде чем про диеты, всё-таки про голодание вы упомянули, про него тоже поговорим, потому что меньше всего человек ест, когда он голодает, да? Есть даже методы оздоровления, основанные на лечебном голодании, и, насколько я понимаю, это медицинские методы, да? И в медицинских каких-то подразделениях, вот, у нас даже в Кировской области есть какой-то профилакторий, который профессор Аниумуакина, так называемый, где там практикуется лечебное голодание. Вот, как следует к ним относиться? Есть ли польза от голодания? Не нарушает ли голодание жизнедеятельность нашего организма? Ну, наверное, сейчас полетят камни в мой огород, скажем так, со стороны тех сторонников, которые любят поголодать. Но мы же всегда прекрасно понимаем, что если человек какое-то время ничего не ест, у него не работает желудочно-кишечный тракт, не работает желчный пузырь. Это может привести действительно к каким-то катастрофам, это может привести к воспалению в желчном пузыре, к желудочно-кишечном тракте. И если вы решили себе устроить какие-то разгрузочные дни, то прежде чем это делать, нужно, конечно, обследоваться, нет ли у вас каких-то заболеваний серьезных, которые являются противопоказанием к разгрузочным голоданиям. То есть действительно есть такая методика, и лет 10-15 назад ее очень активно использовали для снижения веса, когда были какие-то 1-2 разгрузочных дня или 1 день голодания. Но сейчас, так как у большинства наших пациентов все-таки много хронических заболеваний, в том числе и желудочно-кишечного тракта, большинству из этих пациентов данные все-таки методы противопоказаны. То, что касается длительных голоданий, там по несколько дней и так далее, но это опять-таки же для абсолютно здоровых людей. Если у пациента есть хронические заболевания, то данная все-таки ситуация, она ему не подходит. В такой ситуации мы всегда говорим, что должно быть мера во всем постепенно. Мы должны постепенно уменьшать колораж ежедневный, то есть прорабатывать диету, постепенно-постепенно уменьшать объем съеденной пищи. Потому что тоже, если пациент кушал 5000 килокалорий, он не сможет жить на 600 килокалориях. У него в конечном итоге начнется депрессия. Его головной мозг будет просто кричать, и он сорвется, и он просто после того, как выйдет из какого-то, например, голодания или разгрузочных дней, он просто наест калории еще больше. Поэтому вот все-таки, если мы говорим о рациональном питании и о здоровье, то есть если мы хотим снизить вес и остаться здоровым человеком, то вот здесь все-таки, да, какой-то один день можно применить в качестве разгрузочного. И то, если вам после него стало плохо, то, наверное, уже не нужно это делать. И постепенно уменьшать объем калоража в своем питании. Ну, я думаю, что вы очень подробно объяснили. А вот еще, чтобы совсем было понятно, какой минимальный объем килокалорий можно, так сказать, применять, ну, вот в условном таком лечебном голодании. То есть чуть-чуть там все-таки, да, немножко надо что-то употреблять. Ну, вообще рекомендуется где-то порядка около 500 килокалорий, 250-500. Это минимум самое, да? Да, да, то есть если мы вот хотим. Но вот большинство моих пациентов все-таки вот не удерживаются на каких-то разгрузочных днях. То есть мы понимаем, что это какое-то вот такое... Ну, да, да, я сегодня поголодаю, а завтра вот я, например, там что-то себе позволю больше. Как вы говорите, килокалораж или как? Да, килокалораж. Но вообще лучше все-таки ежедневно, ежедневно. Если у вас, например, есть ожирение, кушать не больше 2000 килокалорий в сутки. В принципе, это очень много. Вот если мы возьмем правильное рациональное питание, как мы говорим, правила тарелки, и будем каждый прием пищи кушать овощи, которые низкокалорийны сами по себе, обязательно должен быть белок любой, это может быть кусок мяса, кусок рыбы, или это может быть омлет, или птица какая-то, и 2-3 ложки каких-то углеводов, эти же, например, спагетти, любая там каша, какой-то бурый рис, то вы даже просто не наберете эти 4-5 тысяч килокалорий. А если вы, например, съели какой-то десерт, там в одном десерте уже может быть 400-500 килокалорий. Давайте еще постараемся успеть про диеты поговорить, потому что диеты все-таки это один из основных методов похудания. И я сам всегда худел при помощи диет. Они бывают разными, но суть диет для похудания сводится, как вы правильно сказали, это в ограничении количества калорий или в ограничении количества объема пищи. Вот какие диеты более эффективны при похудании? И есть ли диеты, которые вы бы, так сказать, советовали от них воздерживаться, которые небезопасны? Ну, наверное, начнем с того, от чего воздержаться. Воздерживаемся мы от диет, которые рекомендуют большое количество белка. Или, например, там питание различное по цветам. Ну вот мы прекрасно знаем диеты французских вот этих вот ученых. Соответственно, там диеты белковые. Вот этого лучше избегать, потому что потом было доказано, что у этих людей идут очень драматичные поражения почек. Они становятся пациентами нефрологических центров, и это не полезно. По строению наших зубов, по строению нашего желудочно-кишечного тракта мы с вами травоядные, с небольшими элементами хищника. И вот этим все сказано. До сих пор во многих научных публикациях, изданиях описываются разные диеты. И до сих пор нет какой-то диеты, понимаете, вот нет такой диеты, которой бы эндокринолог сказал, что вот именно эта диета, она идеальная. В идеале, конечно, мы должны кушать обязательно овощи, как я сказала, белок и небольшое количество углеводов. И вот на этом, наверное, и должно строиться рациональное питание. То есть не должно быть перекосов в какую-то сторону одну. И вот здесь всегда с пациентами, я это обсуждаю, максимально убирать сладости, убирать быстрые углеводы и убирать максимально фрукты. То есть фрукт относится к нему как к десерту, а не как к такому продукту, которому можно утолить голод. И всегда начинать своё питание желательно с какого-то салата сырого, то есть то овощи должны быть, на втором месте должны быть белки и небольшое количество углеводов для того, чтобы здесь и сейчас поддержать метаболизм печени и головного мозга. И вот если, например, вы удерживаетесь на таком питании, то нет какой-то такой волшебной диеты, которая будет сказать, вот эта диета лучше, эта диета лучше. Потом каждый пациент для себя понимает, что да, вот мне больше, наверное, средиземноморская диета помогает, потому что там акцент больше на рыбу, на полиненасыщенные жирные кислоты, на омега-3 жирные кислоты. У кого-то из пациентов больше, например, вариантов с мясом, потому что говорят, я не могу рыбу есть, я кушаю мясо. То есть здесь вот именно... Ну а вот как относиться к такому вроде бы и не диета, но метод, который позволяет, ну или якобы позволяет похудеть, вот не кушать после шести или там после пяти, а некоторые советуют после четырёх не кушать. Ну это метод, скорее всего, на типа интервального голодания, как мы понимаем. Здесь ещё другие проблемы. Когда мы длительно не едим, у нас начинают углеводы и кетоновые тела выбрасывать в кровоток печень. И она начинает это делать иногда очень агрессивно. И действительно печёночные углеводы, они активно начинают утилизироваться и превращаться, по сути дела, в эти же жиры иногда. То есть когда мы долго не едим, во-первых, мы создаём во всём организме стрессовую ситуацию, что меня не кормят. То есть в следующий раз, когда придут калории, ну, наверное, надо как-то побольше запастись, потому что случилась какая-то катастрофа, и, наверное, вот что-то будет какое-то событие. Так что-таки кушать после шести или не кушать после шести? После шести мы едим овощи сырые и небольшое количество белка. И не пьём кефир. Не пьём кефир, не едим яблоки, не едим бананы на ночь. Значит, мы принимаем пищу последнюю за два часа до сна. И, конечно, потом мы должны ложиться уже спать. Ну, под конец передачи посоветуйте нашим слушателям вообще, куда, к кому обращаться, вот если действительно есть такая проблема с избыточным весом, ну, куда, я не знаю. Я бы к вам, наверное, пошёл, вы куда посоветуете? Ну, если хотят пациенты, могут прийти ко мне. А вообще у нас есть центры, которые занимаются снижением веса. В Кирове, к сожалению, такого центра по ожирению нет, но такие центры уже сейчас открываются в крупных городах Москва, Санкт-Петербург, но там в комплексе именно и диетотерапия, и оперативное лечение. Но прежде чем, как говорится, идти вообще куда-то обращаться, надо сходить к эндокринологу, чтобы как минимум у вас провели обследование, нет ли у вас уже каких-то проблем, связанных с избыточным весом, и тогда уже активно приступать к борьбе за здоровье, за свой правильный нормальный вес. Спасибо, Ольга Сергеевна. Напомню, что сегодня у нас в гостях был врач-эндокринолог, заведующий отделением эндокринологии больницы номер 7, Ольга Сергеевна Илсукова. Избыточный вес – это бич нашего времени. Полные люди такие, как вот я, наверное, веселые, но, к сожалению, нездоровые. Худеть нужно и обязательно нужно. Только так мы, люди с избыточным весом, можем продлить себе жизнь. На этом мы с вами прощаемся. До новых встреч. До свидания. До свидания.